МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Часто люди с инвалидностью оказываются исключенными из общества. Они не могут получить образование, найти хорошую работу, посетить досуговые мероприятия или даже просто передвигаться по городу. Почему так происходит? Какие факторы мешают полноценной интеграции инвалида в общество? Какие ключевые проблемы нужно решить в рамках реализации государственной программы «Доступная среда»? Об этом мы поговорим сегодня. В эфире «Социальный вопрос». Позвольте представить моих гостей. Людмила Михайловна Лужецкая, заместитель директора департамента семьи социальной и демографической политики Брянской области. Потваров Иван Иванович, заместитель директора департамента образования и науки Брянской области. Маргарита Анатольевна Зайцева, временно исполняющая обязанности директора фонда обязательного медицинского страхования Брянской области. И Ольга Евгеньевна Алексашкина, заведующая отделом народного творчества Брянского областного методического центра «Народное творчество». Уважаемые гости, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. В беседе про интеграцию мне для начала хотелось бы уточнить, чтобы было понятно всем. А что конкретно вкладывается в понятие интеграции по отношению к инвалидам? Людмила Михайловна. Вообще интеграция – это достаточно емкое понятие, иностранное слово. По-русски это включение. Включение, если говорим об интеграции инвалидов, это значит включение инвалида во все сферы жизнедеятельности. Социально-бытовую сферу, сферу образования, в профессиональную сферу. И поэтому все мероприятия, которые разрабатываются для интеграции, они направлены именно на это, на включение. Да, насколько я понимаю, у программы по возвращению инвалидов в социум много соисполнителей. Это и Минздрав, соцразвитие России, и Минспорт-туризм, и Минтранс, Минкультура, Минобранауки. А вот в регионах можно ли разрабатывать собственные проекты? Ну, скажем так, у нас на территории Брянской области уже давно действует программа, называется она «Социально-демографическое развитие населения Брянской области». В рамках этой программы есть блок, который называется «Доступная среда». Сейчас он называется с 2014 года блок «Доступная среда». До этого, до 2014 года, по тем программам, которые функционировали ранее, он назывался «Социальная реабилитация инвалидов». Поэтому программа, в принципе, под разными названиями, она функционирует уже достаточно давно. Ну вот «Доступная среда» — это последнее наименование. Действительно, эта программа есть на территории Брянской области. Действительно, под нее заложены объемы финансирования, причем мероприятия данного блока финансируются как из областного бюджета, так и из федерального. На сегодняшний день, на сегодняшний год объемы финансирования эти составляют в консолидированном бюджете федеральном и областном 116 миллионов. И эти деньги действительно предусмотрены на целый ряд департаментов, которые отвечают за интеграцию инвалидов. Это и департамент здравоохранения, и департамент образования, и департамент социальной защиты, как мы говорим по-старому. Сейчас он семьи социально-демографической политики. И департамент культуры, и департамент транспорта, промышленности и связи тоже имеет определенный объем финансирования для того, чтобы реализовать мероприятия, в частности, например, по приобретению низкопольного транспорта, который позволит инвалидам самостоятельно, например, на колясках, въезжать с наших тротуаров на площадке транспорта. Вообще получается, что интеграция инвалидов в обществе – это главная цель, а все остальное – это лишь способы достичь этой цели. Да, вот мне кажется, что процесс этот, интеграция, двунаправленный. Вот с одной стороны, при совместном, например, обучении, да, вот, Иван Иванович, формируется здоровое отношение людей к проблемам инвалидности, с самого раннего возраста. А с другой стороны, инвалидам, наверное, проще адаптироваться ко взрослой жизни. Как Вы считаете? Ну, это, наверное, одна из самых главных проблем всего процесса работы с инвалидами, процесса инклюзии, как это в образовании сегодня звучит, да, инклюзивного образования. Это воспитание не только толерантного отношения со стороны учащихся, со стороны педагогов, со стороны родителей, ну, обычных, применим такой термин, детей. Но и возможность создания условий для детей с ограниченными возможностями здоровья, для того, чтобы они почувствовали себя полноценными членами общества, чтобы они смогли обучаться также в тех же условиях, быть полезными обществу, и чувствовали ответственность тоже перед обществом. Это очень важно, чтобы не получилось воспитание, ну, только потребительского отношения. Это очень важно для формирования личности ребенка. Вы знаете, я читала, у меня есть такая информация, что всего 2% школ по России позволяет обучаться совместно инвалидам и здоровым детям. К 2015 году таких учебных заведений вроде как должно стать 20%. Эта информация верна или у Вас другие сведения? Ну, частично верна, потому что сейчас реализация этого проекта в образовании «Доступная среда» она идет к геометрической прогрессии. Приведут цифры не по России, а по нашей Брянской области. Если в начале этого проекта в 2012 году, когда начали создавать вот эти базовые школы по инклюзивному образованию, а тогда еще это называлось просто обеспечение доступности для детей и инвалидов, то в 2012 году это 3 школы вошли в этот проект, в 2013 году еще 7 школ. В этом году до конца года мы включаем в этот проект 32 школы. Вот, только федеральных денег на это выделяется 57 миллионов. До конца года таким образом вот 42 образовательных учреждения станут базовыми площадками по развитию инклюзивного образования у нас в области. Кроме этого нужно отметить, что уже 3 года на базе лицея номер 27 и Супунинской школы-интерната действует федеральная стажировочная площадка для работы с детьми с проблемами опорно-двигательного аппарата. Там проходит обучение уже педагогов в этом направлении. Поэтому в образовании Брянской области очень много интересных проектов, таких вот отправных точек. Вы знаете, вот сегодня у многих людей, наверное, нет общения вообще с инвалидами. С ними не встречаются в школе пока, на работе, на улицах. И даже вот все досуговые мероприятия у нас проводятся отдельно для, скажем так, здоровых детей, да, или людей, и для инвалидов. Ольга, вот что-нибудь меняется в этом плане? В этом плане, слава Богу, уже у нас начались изменения. Уже около 10 лет Брянский областной методический центр народного творчества проводит областной фестиваль художественно-самодельного творчества специально для детей с ограниченными возможностями. Ну вот опять же, специально для них. Вот, а сегодня у нас уже в 2014 году, вот грядет в конце ноября, мы захватываем дни ноября и первые числа декабря, у нас будет интегрированный фестиваль. То есть мы приглашаем к участию не только детей с ограниченными возможностями, но и простых детей, чтобы на сцене мы увидели, что никто ничем не хуже, не лучше, и чтобы дети смогли подружиться средствами культуры, искусства и творчества. Творчество – это действительно такая сфера, в которой человек даже с ограниченными физическими возможностями сможет реализовать себя духовно. Потому что мы можем забыть о физической немощи, но мы можем проявить силу духа, силу творчества. Потому что многожанровость, вот в этом нам помогает многожанровость. У нас детки есть, которые поют, и эстрадный вокал народный, фольклорный, читают стихи, танцуют. Казалось бы, у них они ограничены по зрению, они танцуют вальс, мальчик с девочкой из Трубчевского дома-интерната, они прекрасно чувствуют музыку. То есть, и слава Богу, что сейчас есть сцена. Вот хотя бы на уровне областного фестиваля, они готовятся, они занимаются, педагоги разрабатывают методики. То есть, они видят, что они не отдельно от мира, они могут выйти на эту сцену. Так же, как и дети, которым с самого детства, пожалуйста, все для них. Да, то есть у нас Центр народного творчества активно включился. У нас называется такой «Мне через сердце виден мир». То есть, вот с сердцем действительно творчество, оно от души, порыв такой, все. Поэтому у нас для детей это есть сейчас. Такой фестиваль. Я вот хотела, коллеги, она заметила, что принимают участие вот дети из Трубчевской школы интернета. Вы знаете, это особенность нашего российского и брянского образования и вообще работы с этими детьми. Есть ряд международных опытов, в частности, в Италии, где отказались от специального образования, от школы-интернатов специализированной. И там полностью инклюзивное образование для детей, ну, по крайней мере, с сохранным интеллектом. Мы же сохраняем и специальное образование, и школы-интернаты, и активно развиваем инклюзивное образование. И мы видим выход именно в сочетании вот этих форм. Вот родители очень часто задают такие вопросы. Они хотят, потому что все-таки огромный опыт накоплен в этих учреждениях для работы с такими детьми. Просто от него отказаться и уйти, ну, это было бы неправильно. Понимаете, его нужно в большей степени социализировать. И вот такие мероприятия очень замечательные, они как раз вот позволяют... Ну, сохранять специфику обучения, потому что дети особенные, действительно. Подходы, они особенные в инклюзивном образовании, там тоже особенные подходы, безусловно. Они вот разработаны уже, эти подходы, как это все? Конечно, с годами, годами. Те учили в свое время, у нас вырастили музыкантов, которые, казалось бы, знаменитые меня, кинокомпозиторы, исполнители. Он играл на баяне, он был слепым, понимаете? Но его обучили, то есть не только обучили базовым каким-то необходимым для жизни, но и музыке. То есть это действительно, этот опыт нельзя забывать. То есть нужно сохранить и старое, и приобрести новое, действительно включить. То есть такое многостороннее развитие. Маргарита Анатольевна, 1 сентября, с 1 сентября на территории Брянской области ввели информирование граждан о стоимости, оказыванной им медицинской помощи. Как-то инвалидов это коснулось? Безусловно, это коснулось всего населения нашей области. То есть каждый человек, который обращается у нас в лечебное учреждение с 1 сентября, он получает справку. Справка содержит информацию о том, сколько государство платит за его лечение. Для чего это сделано? Это поручение нашего президента, для того, чтобы каждый человек знал, что государство тратит на него деньги. Деньги немалые. То есть если на каждого человека у нас в год выделяется 6900 рублей, то на некоторых людей в год тратится миллион рублей, больше зависимости от тяжести, заболевания, от его течения и так далее. Поэтому вот эта справка, каждый человек, когда приходит в больницу, в поликлинику, то при обращении к врачу своему, он получает эту справку. Если он лежит в стационаре или в дневном стационаре, то по выписке ему также будет выдаваться, выдается точнее такая уже справка во всех наших лечебных учреждениях. Поэтому все наши граждане, пожалуйста, знакомьтесь с этой информацией. Там на справочке есть и телефоны, куда можно обратиться, потому что возникают разные вопросы в процессе оказания медицинской помощи, в том числе и инвалидам. Это могут быть вопросы качества оказания медицинской помощи и какие-то вопросы доступности. По всем этим вопросам, пожалуйста, по этим телефонам можно обращаться и в страховые компании, и в фонд обязательного медицинского страхования. Будем разбираться и давать консультации по этим вопросам. Людмила Михайловна, вот основной блок интеграции инвалидов – это их реабилитация. Как у нас эта задача реализуется? Да, Вы правильно отметили, что интеграция не может существовать без реабилитации, без восстановления конкретного инвалида по конкретным его мероприятиям. Вот индивидуальная программа реабилитации, так называемая, она разрабатывается специалистами Бюро медико-социальной экспертизы, и именно они подбирают, какие мероприятия нужно инвалиду выполнить и органам государственным власти, муниципальным органам в области выполнить, для того, чтобы человек максимально мог включиться в общество. Я сейчас пока не буду говорить о формировании беспрепятственной среды, а именно вот о реабилитации самого инвалида. Там подбирается комплекс мероприятий, причем инвалид может сам для себя определить, согласен ли он выполнять эти мероприятия, либо он может отказаться от какого-то из этих мероприятий. Но государственные органы, муниципальные органы и другие инстанции, для них индивидуальная программа реабилитации инвалида, она обязательно к выполнению. Если человек пришел с этой программой, условно к нам, например, в учреждение социального обслуживания, для того, чтобы получить те или иные технические средства реабилитации, мы обязаны его обеспечить этими техническими средствами, если эти технические средства включены в федеральный гарантированный перечень. Скажем так, все мероприятия, которые рекомендованы инвалиду, они подразделяются и могут финансироваться, как вот за счет федерального бюджета средств, за счет областного бюджета средств и за счет собственных средств инвалида. То есть инвалид сам для себя определяет, что он готов для себя сделать. И наша задача, скажем так, убедить инвалида, чтобы он максимально все-таки приложил свои усилия, чтобы реализовать свою программу реабилитации. А государственные органы, они всегда, скажем так, нацелены на то, чтобы помочь инвалиду это сделать. В основном это три блока в индивидуальной программе мероприятий. Это медицинский блок, который там включает пять практически видов направлений. Это восстановительная терапия, реконструктивная хирургия, протезирование, санаторно-курортное лечение. Есть блок образовательный, так называемый, который направлен на образование, на профориентацию, на профподготовку и на трудовую занятость. И блок социальный, социально-бытовой. Значит, это обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, это включение инвалида через средства культуры в интеграцию, через средства физкультуры и спорта. Все это отражено в его индивидуальной программе реабилитации. Мы начинаем как бы ее реализовывать. Инвалид приходит с этой программы реабилитации в органы социальной защиты. Он приходит с этой программы реабилитации в органы образования, в занятость. Но если говорить, например, о нашей сфере, о социальной защите населения, то мы в основном отвечаем за реализацию блока социального, и в частности обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. На сегодняшний день 18 видов технических средств реабилитации определено в федеральном перечне, и достаточно перечень этот широк, и он продолжает расширяться. И каждый год практически в него, так или иначе, Министерство труда вносит дополнительные виды технических средств, которые, по мнению наших общественных организаций, необходимы. В частности, например, инвалиды ранее получали обычно коляски комнатные и прогулочные одного типа, но вместе с тем были обращения со стороны общественных организаций о том, что очень трудно, например, заниматься спортом или заниматься танцами на коляске обычной комнатной. В этой связи в перечень внесены иные виды колясок, индивидуальные, и поэтому приобретаются эти коляски индивидуально для занятий спортом, для занятий танцами условно, или, если необходимо, инвалиду только передвижение по комнате или передвижение по улице. По улице, причем сейчас достаточно активно выписываются коляски обычные прогулочные, это когда человек, скажем так, требуется, чтобы кто-то помогал инвалиду колясочнику передвигаться. Есть коляски с электроприводом, то есть инвалид самостоятельно может управлять этой коляской и передвигаться по городу. Ну, естественно, опять-таки, все замыкается на доступ наш беспрепятственный, на организацию беспрепятственной среды, доступной среды так называемой. Что касается, например, для инвалидов по слуху, у нас слуховые аппараты, они тоже достаточно индивидуальные и тоже подбираются в зависимости от степени тяжести слуха. Есть легкие слуховые аппараты, средние слуховые, есть высокочастотные, с высокой степенью чувствительности. Поэтому тут много можно говорить о разных технических средствах, но самое главное, что мы стараемся подбирать именно то, что требуется конкретному инвалиду. Сам инвалид тоже может приобрести техническое средство и прийти к нам и предъявить, скажем так, денежные расчетные вот эти листочки, чеки, да, чеки, да, о том, что он самостоятельно приобрел. Вот ему рекомендовано было в программе реабилитации, но он приобрел самостоятельно. Мы выплачиваем компенсацию, но стоимость этой компенсации, она зависит от цены, которая сложилась на условиях торгов. То есть средняя цена только это существует? Да, вот допустим, мы торгуем это техническое средство на электронной площадке, и кто-то выходит от поставщиков и определяет эту цену. И вот только эту стоимость мы можем инвалиду компенсировать, несмотря на то, что он может, конечно, более дорогое купить техническое средство. Вот это что касается нашего блока технических средств реабилитации. Иван Иванович, ну вот нельзя же, да, мы говорим об интеграции, об инклюзивности образования, но нельзя же взять инвалида и привезти его в обычную школу. Я понимаю, будут создаваться специальные какие-то школы. Вот что касаемо оборудования, опять же, преподавателей, вот как эта работа происходит? Значит, инклюзивное образование подразумевает как раз то, что можно взять ребёнка и привезти... Опять же, доступная среда, получается, должна быть в этой школе. Совершенно верно. Поэтому я хотел бы вот озвучить сейчас то, что подразумевается в материальном плане, вот то, о чём сейчас говорили, под доступной средой в образовательных учреждениях. Вот те средства, которые выделяются вот тем самым базовым, значит, школам, они тратятся на следующее. Первое – это часть средств, которые направляются на так называемые архитектурные преобразования. То есть, чтобы инвалид мог просто попасть в школу. Это пандус, это дверные проёмы, чтобы соответствовали определённого размера колясочникам, это устранение всевозможных препятствий на пути, это туалеты, безусловно. Значит, вот такой основной набор, да. Однако и министр образования неоднократно говорил, что доступная среда – это не только пандусы, конечно же. Поэтому, кроме этого, поставляется целый набор оборудования. Среди них, прежде всего, компьютерная техника особенная в зависимости от, значит, видов, скажем, нарушений. Своеобразный комплект для проблем со зрением, со слухом и с опорно-двигательным аппаратом. Здесь, нужно сказать, у нас есть приличный опыт поставок такой техники, работы с детьми, потому что уже ряд лет мы реализуем проект дистанционного образования, да, где дети обучаются дистанционно. Обязательно в комплект входит сенсорная комната, в которой целый набор всевозможного оборудования, которое позволяет снять определенные психологические нагрузки, да, развивать мелкую моторику рук, ног, какие-то элементы развивающего мышления. Кстати, эти вот сенсорные комнаты с успехом применяются не только для детей инвалидов, естественно, но и для обыкновенных детей, особенно на ранней стадии. Оборудование в виде передвижных пандусов, мобильных таких, чтобы можно было преодолеть лестничный марш в коридоре. Вот, еще ряд оборудования, которые позволят ощущать, ну, чисто физически, скажем так, учащемуся себя полноценно в обыкновенной школе. Кроме этого, вы совершенно правы, иные методики, иная подготовка учителей. Безусловно. Поэтому вот та стажировочная площадка, всероссийская стажировочная площадка, которая действует у нас в Брянске, она дает нам огромный плюс. Естественно, к нам приезжают со всей страны обучаться, но и мы можем, имеем возможность обучить наших педагогов, да. А занятия проводятся и университетом имени Шолохова, в частности, центром СУВАК, который вот каждый год работает очень тесно с нами. Он привозит и специалистов, не только наших отечественных, к нам приезжали специалисты из Италии, из Бельгии, обменивались опытом. Поэтому вот эти методики работы, они тоже, безусловно, важны. Но смысл вот этих денег, смысл вот этих преобразований, аппаратуры, методик, вот как раз в том, чтобы учащийся смог находиться в классе с обыкновенными детьми, чувствуют себя полноценно и его воспринимали полноценно. Вот хочу привести один пример интересного проекта, он, скажем так, наверное, в начальной стадии все-таки находится. Тем не менее, на базе 59-й школы города Брянска мы попробовали реализовать проект такой совместный для детей школьников и вот Супоневского школы, школы-интонат, там дети с опорно-двигательной системой, с нарушениями. Была проведена реконструкция бассейна, значит, установлен оборонный подъемник, который позволяет спускаться, подниматься в воду. Вот. И школа выделяет инструктора и выделяет бассейн для того, чтобы дети могли приходить и раз в неделю там заниматься. Насколько я знаю, заключен договор с общественной организацией инвалидов, и уже такая просто группа ребят приезжала, туда плавали, кто плавал, кто ходил просто, да. Кроме этого, школа сделала что? Она создала отряд волонтеров из своих учеников, ребят, которые просто помогают. Понимаете, вот, мне кажется, действительно, одно такое занятие стоит вот многих лет разговора о воспитании толерантности. Мне кажется, детям легко привить толерантность. Вы знаете, вот у меня возник сейчас вопрос, а все ли родители согласятся с тем, что их дети, здоровые дети, учатся с инвалидами? Потому что отношение общества к инвалидам нам известно, да? Я совершенно с вами согласен. Согласен, изучаем, смотрим, и это действительно проблема не меньше, а может быть даже и больше. Успитание толерантности у родителей. И именно у родителей вот. Но, понимаете, вот то, что делается, в том числе вот эта передача, та социальная реклама, которая сегодня идет по телевидению, как раз и придет... Будет способствовать все-таки нормальную решение. ...решить эту проблему. Поэтому вам огромное спасибо, что вы поднимаете эту тему. Ну, а я хочу вас поблагодарить за сегодняшнюю беседу. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. У замечательного французского экзистенциалиста Жанна Поля Сартра есть фраза, которая звучит так. Ад – это другие. Герой драмы делает вывод, что ад – это не всегда то, о чем говорят христиане. Иногда это другие люди и общение с ними. А ведь действительно, пресловутый комплекс неполноценности возникает лишь после сравнения себя с другими. И вот в дополнение к ограничениям, связанным с инвалидностью, еще одна проблема инвалидов – убедить других в том, что у них те же самые человеческие желания, порывы и права в том числе. Наверное, именно интеграция инвалидов в наше общество сможет изменить сознание людей, научить их не делить мир на таких, как они, и других. Это был Социальный вопрос с Ольгой Ловиной. До встречи.